Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли, тили-ли-ли-ли Ну что, партейку? Задумывалась ли ты вообще когда-нибудь о том человеке, кто гениально придумал эту игру? Посмотри на шахматы, как на нашу жизнь, как на нашу жизнь. Есть клухи, которые растят детей, есть кони, которые такды качут, Есть офицеры, которые исполняют приказы, есть пешки, есть магический ферзь и есть король, который считает себя королем, но по факту в этой партии. Партия заканчивается вместе с королем, но по факту, какими правами он обладает и возможностями. И стоит задуматься, жизнь устроена точно так же. Когда человек, мамка клуха, не осознает себя как Бога, он вынес Бога в эту руку, которая играет и двигает эти фигуры по шахматной доске. И говорит, судьбинушка у меня такая, я такой несчастный, Бог мне послал и заставил меня идти на танки. И вынос пошел. И что тогда, на что уповать королю? На пешек и на офицеров? Для того, чтобы сохранить свою жизнь и сохранить партию. Заканчивается партия и перезагрузка, новая партия. И вот получается, если рассматривать эту фигуру как тело человека, просто задумайся изнутри, как тело человека, то человек, будучи в игре, максимум, что он осознает, суть отношений, суть бытия, суть денег, суть вещей, еще там чего суть. Но при этом он не осознает сути себя как Бога и не берет ответственность за свою жизнь. Тот человек, кто придумал эту партию, был вообще, эту игру, был гениален. Бух-бух. Это Бог. Шахматы – это игра Богов. Потому что Боги осознают всю партию целиком и смотрят на нее сверху, с позиции той руки, которая будет делать перемещение. И партия может быть любой. И судьбинушки у них могут быть любые. У этих фигурок. Что надо для того, чтобы осознать руку? Что надо? Осознать себя для начала. Осознать, кто ты есть, чтобы Бог вот здесь. Это один момент. Первый. А второй момент – осознать суть руки, суть сути своей. Это следующий уровень сознания. А осознать следующий уровень сознания возможно только осознав коллективное бессознательное. А осознать коллективное бессознательное возможно только тогда, когда ты знаешь полностью, как устроена психика. Психика человека, психика вот этой вот ладьи. Только тогда, когда она себя или вот этот король осознает себя полностью, полностью целостной структурой психической, осознающей, что именно здесь формируется игра в его голове. Без его головы нету руки. И только при этой взгляде можно говорить о том, что этот король может осознанно сыграть ту партию и выиграть, или проиграть, и создать новую партию, создать бесконечную, бессмертную партию. Но для этого король должен осознаться. Неважно, король это или конь, или пешка. Или пешка, потому что рука может эти фигуры расставить и играть ими как в шашки, в поддавки. Вообще может прописать им другие траектории движения. Это выбор руки. Может вообще вот так смахнуть. Смахнуть и убрать. Смена цивилизации. И если смотреть на нынешнюю жизнь с позиции шахматной доски, то выход человека в космос невозможен без осознавания руки. Потому что это игра другого масштаба. Совсем другого масштаба. А это значит, все попытки там вылететь на Марс и так далее, они пустое. Будут упираться в скорость света, еще во что-то. В какое-то ограничение, которое придумает социум. Но сейчас не это важно. Важно, если мы говорим об осознанности. Потому что когда говорим об осознанности, смотри какой парадокс. А у человека сразу всплывает куча представлений сектантских. А на чем основаны сектантские представления про осознанность? Что должен человек? Что не должен? На ограничениях? Любое, абсолютно любое строится на ограничениях. Но если ты пытаешься осознать руку, то ограничения... Ограничения исчезают. Их нет. Ограничения тогда идет в разрез. Я буду голодать, истощать себя, чтобы осознать сознание другого порядка. Это невозможно. Потому что эта игра изначально строится в голове у этой фигуры. Без этой фигуры нет игры. Без этой фигуры нет этой руки. Вот тот бог, который без тела, тот уровень сознания, будет сидеть и смотреть на пустую доску. Вот сними фигуры. Пустая доска. Игры нет. Абсолютно. Рука появляется только тогда, когда появляются фигуры на доске. И это факт. А это значит, что управление идет из физического тела. И управление рукой может быть только осознанное. Когда вот этот биг-бог занимает позицию вот в этом теле. И начинает двигать этими фигурами. А это возможно только тогда, когда осознается все коллективное, бессознательное. Полностью. А это значит, что психика осознанна полностью. И там нет прореха. Все платформы осознанны и отработаны. Более того, это смена восприятия. Когда вот эта вот фигура смотрит на руку, она смотрит снизу вверх. Но рука двигает сверху вниз. И сознание, которое здесь и которое здесь одновременно, двигает сверху вниз. Заметь, когда мы ставили курс надсознание плюс подсознание осенью, мы разделили его на две части. На низ и вверх. Мы его не разделили на право и лево. Если бы мы разделили на право и лево, это было бы правильно. Это надсознание и подсознание, да? Но мы разделили его на верх и низ. Верх и низ. О чем мы сейчас говорим? Если ты говоришь в секте, а как осознать Бога? И человек, я осознаю в себе Бога. Я Бог, я Бог, я Бог. Придурок-то я не Бог. Где осознание? Как осознать? Какой может быть путь к осознанию? Что надо сделать конкретно для того, чтобы у тебя проявились способности, чтобы твое сознание стало создающим эту игру? Ведь у короля не создающее сознание. Хотя потенциально Бог в нем. И он может быть рукой. Но этого не происходит. Потому что никто из них не осознает себя рукой. Потому что они смотрят все снизу вверх. Это первый курс над сознанием и подсознанием. Перед нами стоит огромнейшая задача, тяжелейшая задача. На самом деле, как попытаться вот эти вот все вещи через структуры психики вложить в башку человека, чтобы еще у него запустился процесс осознания. Я когда думаю об этом, у меня волосы дыбом встают. Но я понимаю, что если этот процесс у человека запускается, то обратный процесс запустить будет уже легче. И это про осознанность. И это про духовное развитие. А помнишь, что мы с тобой называли Святым Духом? Это неосознанная прокладка между двумя сознаниями. Именно между сознательным и бессознательным. Нет. Между сознательным и сверхсознательным. Да, и сверхсознательным. Прокладка. Святой Дух. Святой Дух. Коллективное и бессознательное. Бессознательное. Полностью неосознаваемое. И через этот барьер человек пройти не может. Ну как же, мы же живем в социуме. Нам и рулит социум. Мы не можем предусмотреть какие-то действия за соседа, еще за кого-то. Ну как же, нами руководят, нами двигают. За нас ходят. За нас ходят, да. Вот. И даже вот. Да. И нету фигуры, лучшей или худшей. Потому что есть элементы игры, когда пешка становится ферзем. Вообще гениальная игра. Можно вот просто сесть над ней, зависнуть, да? И осознавать. И осознавать. И осознавать того, кто придумал эту игру. Угу. Потому что он смотрел на игру сверху, осознавая, что точно такие же ферзи, кони, офицеры, ладьи, пешки населяют земной шар. Это ладья? Ладья. Мамка-нянька. Клухо. И короли иногда делают ракировочки для того, чтобы остаться в живых. Придумалишь? Да? Игей. По приколу придумали. Столько веков назад. Игра богов. И когда человек начинает, кстати, заметь, она учит управляемому восприятию. Человек может осознавать себя фигурой. Человек, играя в нее, может осознавать себя партией. Угу. Он может осознавать бесконечность партии, бесконечность вариантов. Развиваются межниронные связи. И пошло, и пошло. Куча плюсов. Мало того, смотри, человек, который играет в шахматы, да, смотри, как у него направлено внимание или мысли. Он прежде, чем сделать ход, он уже заранее знает встречный ход. Он не ожидает, а он уже заранее знает, как оно будет. То есть он создает, он движет. Угу. Все как в жизни. Но тогда у него создающее сознание. Создающее. Сознание. Создающее руки. Угу. Того бога, который руководит этой партией. Никогда раньше не думала про шахматы вот с этой позиции, да, и мало того, мне казалось вообще... Она интересна мне была только лишь фигуркой. Мне вот... А сейчас я осознаю, это просто гениальная игра, которая на самом деле из человека делает бога. На самом деле. А как человек играет сам с собой в шахматы? Мне в детстве мама оставляла дома одну и играла сама с собой в шахматы. В пять лет. И человек может сам с собой играть. Так, на самом же деле, может один, абсолютно один сесть и... И быть этой рукой. Играющий. И точно так же в жизни. Субтитивным сознанием. А смотри, как здесь четко видна позиция власти. И чем власть отличается от создания. Вот она власть. Нет, нет, нет. Вот она власть. А вот оно создание. А по сути дела, это осознание сути игры. Осознание сути игры. С двух разных сторон. Если ты осознал суть игры, то тебе остается осознать суть. Своей сути. Все. И ты бог. И тогда твое сознание действительно создающее игры. Игры. Разные игры. И тогда ты не будешь создавать войны. Тогда ты будешь создавать игры. Но ты можешь создавать и войны. Если ты не осознал суть суть. Если ты не стал рукой, но ты уже начал осознавать игру. Поэтому цивилизации столько раз уже не заканчивались. А ведь за рукой есть тело. Капец. И его сознанием тоже можно смотреть на игру. Не просто сознанием руки, как элемента этого сознания. А осознать и его коллективное, бессознательное. Следующий уровень игры. Следующий прослойку. И у следующей прослойки тоже не будет игры без физического тела. Не будет. Потому что именно тело создает все остальные уровни. Потому что именно тело создает те солнечные зайчики. Которые отражаются в призме бытия. Без тела нет игры. Без тела нет психики. Но когда есть тело и возникает психика. То ты можешь играть с разных уровней сознания. Ты можешь быть насекомым. Животным. Человеком. Ты можешь осознать себе Бога, Творца. Ты можешь осознать себе Создатель. Ты можешь осознать в себе Абсолют. Но под этими словами не пустота. Под этими словами конкретные психические способности человека. Например, способность исцелить другого человека. Способность проявить изменения в природе, в погоде. Способность, способность. Этих способностей очень много. Способность просто сказать, так есть. И оно так есть. А как оно сложится, хрен его знает. Симуляция обязана подстроиться. Потому что оно написано этим же сознанием. Только с другого уровня. И оно счастливо, что когда-нибудь дойдет до него очередь, когда его тоже осознают. И когда его осознают, он будет в физическом теле. Да. И он будет в физическом теле. Потому что все движение направлено в точку. Как в черную дыру. Идет движение вовнутрь. И каждый уровень осознается и соединяется с физическим телом. А суть познает. Суть. Вернее, не так. Как это сказать? Правильно. Суть сути познается снизу вверх. А движение идет сверху вниз. И создается сверху вниз. Да. Именно поэтому. И идет. И идет игра. И физическое тело здесь ключевое. Без него не будет. Не будет. Это как фильтр. Да. Именно поэтому Меркаба состоит из двух разнонаправленно вращающихся тетрайдеров. Иначе не создався время. Время создается благодаря физическому телу. Иллюзия. Иллюзия времени, иллюзия смерти, иллюзия жизни. Все только через призму физического тела. И все только через призму игры в шахматы. А понять и осознать это можно только через призму психики. И осознавание всех этих процессов. И смотри еще. Физическое тело. Через физическое тело проходят разные уровни. Все. Все, да. Разные уровни. И как ни странно, от этих уровней, когда физическое тело осознает, и время меняется. И здоровье, и долголетие меняется. Смотри. Да. Если представить, что тело это тот фильтр, через который проходят все сознания. Если проходит сознание болезни, сознание животных, насекомых, демонов и так далее. Куча вариантов сознания, куча. Мы видим в сути человека, что мы видим. Чем грязнее, чем более низкочастотный человек, тем грязнее его суть. И мы это все зачищаем, удаляем у человека. И когда это видишь, ты понимаешь, что его тело фильтрует и болеет. Если человек эту часть осознал, то эта часть подчиняется его команде и уходит. Без осознавания она его видит, а он ее не видит. Да. А когда осознает, то оно просто не может не уйти. Потому что если человек осознает этот уровень, то этот уровень уже сам по себе смещается. Это значит, что другой уровень сознания уже есть. А на другом уровне не живет болезнь. Не живет уже все. Уже все. А теперь смотри, когда ты осознаешь следующий уровень. У следующего уровня свой период, своей партии. И по сравнению с жизнью человека, это примерно как перед нами уровень. Для тех же самых паразитов, там, глистов и жизнью, да. Их период жизни, да. И период жизни человека, там, для бактерий тех же. Их период жизни, период жизни человека. Вечность. Человек живет бесконечно. Возьми следующий уровень сознания. Для нас это вообще фактически. Адам жил 900 лет. Так, мы ведь когда с тобой смотрели, то время, наше время, и время выше уровня сознания, да, оно вообще для нас осознается, смотри, когда, как мы с тобой смотрели, что у нас вот момент здесь и сейчас, да, вот мы пока разговариваем, а для большего сознания это просто вот как замирание. Просто как пауза, да. Маленькое-маленькое, практически незаметное даже пауза. Незаметное. Наши 100 лет для них распознаются как миг. Да, что нам даже отсюда, вот когда мы смотрим с этого сознания, мы смотрим, нам кажется, что просто, ну, не живое. Не живое. А когда мы раскладываем дальше, вот тут уже интересно получается. И тогда, если ты с обратной стороны заходишь, то если это сознание говорит проявить, то с какой скоростью оно должно проявляться здесь? Молниеносно. Просто быть. Просто быть. Потому что время, получается, не совпадает. Но тогда и не совпадает элемент, как это сознание слышит нас. Я говорю, слышит нас, на самом деле это мы слышим сами себя. Но на этот уровень мы себя не слышим. До тех пор, пока не осознали. Пока не осознаем. Как только мы осознаем, оно, знаешь, как соединяется, да, когда ты осознаешь. И какое-то время еще вот эти два уровня, они в тебе, как через дельту, да. А потом и все, уже другой уровень. Уже совсем другой уровень. И тогда на все ты смотришь с позиции, кажется, ну, как ты этого раньше не видел. Когда это же, ну, это очевидно. Допустим, что-то, да. А раньше ты на это смотрел и думал, ой, это года. Это, ой, это чуть ли не вся жизнь, да, проходит, прежде чем ты там что-то. А сейчас на это смотришь. Так и сейчас, ты знаешь, вот после всех наших этих погружений, особенно после последних, когда мы шесть часов висели, не выходили, и когда мы синхронизировались полностью и выстраивали, и нашли все-таки как это сделать, чтобы это сознание стало нами, и оно нас слышало, и мы были слышали, и оно могло быть в нашем сознании. Это все мы, да? Блин, я когда вспоминаю, это с ума сойти. Это, да, на самом деле, мы по сути своей, мы оживили его для себя. Но за счет чего мы оживили? За счет ста лет. Что? За счет ста лет. Да, да, именно. За счет геометрии мы осознали геометрию всю. Да, да, да. Когда ты осознаешь всю геометрию, тогда ты можешь использовать инструментарий геометрии и взять временной промежуток. Блин. Тогда ты можешь вот это время... Еще попробуй допридай этого. Да, это тогда ты, знаешь как, тогда ты, вот когда ты уже все это осознаешь, да, тогда ты, вот геометрия по мне, да, так геометрия это и есть время, то есть схема времени, можно так назвать, чертеж времени. Ну, ты осознала рождение его в своей голове. Где, в какой момент он рождается. Но мне понравилось потом другое. Если ты осознал, у тебя получилось, и у тебя дальше сохранилось это восприятие, ты его начинаешь нарабатывать, тренировать, 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 и потом так, мороз, завтра передают 28. Нет, больше 11 не будет. Хоба, на утром встаешь, минус 11. Отлично, прекрасно. А потом объяснение. Как-то написали, какая-то воздушная масса теплая просочилась. Странно, просочилась. Что-то она просочилась. Что-то она просочилась. И как она так просачивается и просачивается. Сейчас уже до плюс 10 передают. Не, не люблю холод, на самом деле. Вот классно было сегодня с горки покататься, но пора, пора, солнышко. Пригревать. Но вот эти все моменты, они звучат для людей. Шизофрения. Что вы, ребята? Это не шизофрения. Это осознание, осознание процессов, как они протекают. Потому что это все продукт нашего сознания. Самое главное, что появляется понимание, что значит осознать. Это значит один поток туда, другой поток обратно, и их наложить. И это все через свой жизненный опыт. И замкнуть. И только тогда случается чудо. Теперь осталось это донести до людей. Я сегодня перечитывала наши главы из последней книги из коллективного бессознательного. Я понимаю, что она очень просто и доступно начинается. А потом я понимаю, что реально ее готовность воспринимать, что мы там пишем, лет через 50 минимум наступит. А сейчас это только единицы. И даже в книжке, там помнишь, мы объясняли, почему нас надо считать сумасшедшими для этого периода времени. Да, да, да. Ну, как нам кажется, там очень хорошо это объяснено. Но я даже это считаю, что человек не совсем поймет. Потому что слишком просто. Единицы поймут, потому что слишком просто, да. А раз простота человек проскакивает, и глубину незамечаемая. Как я всегда говорю, между строк не видит текста. А там вот просто надсознание, подсознание, инфодайвинг книга, да. Книга счастья, которая сейчас пишется коллективная. Это вот просто, ну, глубиннейшее знание. Микро, просто микрознание. Ну, Ирина сейчас вычитывает повторно после корректора ошибки. Да, после верстки. И она говорит, вот надсознание она уже вычитала, она уже печатается. А подсознание вот на этой неделе начинает печататься. И она эти ошибки уже просматривает. И она говорит, голова дымится, говорит, от ваших книг. Просто, говорит, я не знаю, как люди это понимать будут. Говорит, это не в этой жизни. Ты знаешь, что наша книга, вот я сейчас вдруг мне прилетела, и подсознание, да, про которую она, Ира, говорит, что дымится. А для меня она так просто написана. Она просто, да, во-первых, для нас это, да. Но ты знаешь, что это книга, которая на самом деле такое чувство, что можно по ней писать потом вот эти сказки, которые мы сейчас передаем. Передаются сейчас сказки, да. И мы ведь знаем, что сказки – это не сказки на самом деле. А это знания передаются через сказки. Так вот, наша книга «Подсознание», вот по мне, так она тоже точно так же воспринимается сейчас. Но сейчас, может быть, человеком будет, не каждому она будет достойна. Ну, понятно, вот как, например, Ира, видишь, дымится голова. Чуть позже ее будут вот именно на сказки перекладывать. Что понял, то и пропел. Да, 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 да. И вот оно. А потом через лет, ну, хорошо, ну, может, не сто, да, а пятьдесят. Уже, точнее, по ним будет доходить какие-то знания там. Какие знания там разложены. Но в любом случае, видишь, игра следующая. Для того, чтобы этот вот уровень осознавался с другого уровня сознания, для того, чтобы начать все же космические игры, да, это другой уровень сознания человека должен быть. Так вот, это не годы, это не десятилетия, это больше. Либо, либо это пробуждение. Опять-таки, пробудить ты можешь движением снизу вверх или сверху вниз. Если ты идешь снизу вверх, то ты рискуешь быть съеденным, как кук. Или распятым, как Иисус. Риск просто зашкаливает. Но если ты уже осознаешь и идешь сверху вниз, то ты можешь быть набатом. Да, да, на самом деле. Ну, тоже рискуешь быть съеденным. Если создашь этот риск. Вот я, да. Вот если создашь этот риск. Если неосознанно создашь этот риск. Если, да, если где-то у тебя есть пробоина. А если ты осознаешь и идешь... Какая интересная игра. Вообще невероятная. Невероятная. И я осознаю, насколько нам придется выложиться, чтобы передать вот это все в этих двух программах. И слава Богу, что они остаются в записи. И что мы весь наш путь оставили в видеозаписи. Люди просто будут потом смотреть и пытаться прожить все буква за буквой, строчка за строчкой. А иначе хрен самому дойти до этого. Ни одну жизнь. Сотни жизней. Но это о пробуждении. Это об осознанности. Это о счастье. Это переход от игр рабов к играм богов. Вот это о переходе на самом деле. Да, 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 да. На самом деле вот то, что мы даем на своих курсах, на... Ну, везде, в книгах. На самом деле мы... Знаешь, что этим делаем? Это на самом деле все, что мы даем, это есть переход. Это как... Строим мост. Да. Радуг. Радуг. Строим радуг. Возвращая рабов к богам. Потому что был период, когда боги засыпали и становились рабами. Вынося ответственность и свою жизнь в зависимости от руки, не осознавая, что эта рука существует только благодаря телу. Без тела нет игры. Как же надо ценить свое тело, да? Потому что и понимать, осознавать, что эта жизнь, это такой действительно подарок. Невероятно. Самому себе. Это увлекательнейшее путешествие. В себя. В себя. Это жизнь. Это просто невероятно. Жизнь, которая дана нам. А люди не осознают и считают тело бренным. Там, как они-то, ну, как, да? Не любят его. Грешным. Грешным. Живут, допустим, сделают, наделают ошибок, да? А потом считают, ну, уже все, жизнь уже как бы, ну, что уже тут? В следующей жизни буду уже, может, счастливым. А здесь я уже счастливым не буду. И оно тух-тух-тух-тух-тух-тух. Да? Да. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...